Здравствуйте! В эфире новости «Тынды» в студии Ирина Ковальчук и сегодня в программе Как проходит подготовка к горнолыжному сезону? Кадровые перестановки в транспортной прокуратуре? Секреты приготовления пищи от юных поваров Центра детского творчества? О коронавирусе из первых уст? Знают ли тындинцы историю Дня народного единства? Ревно с 11 до 19 часов. Доставка по всей России. В шоурум Куб. О коронавирусе из первых уст. Интервью с переболевшим тындинцем. На сегодня в Амурской области зафиксировано 7220 случаев заражения коронавирусом COVID-19. К сожалению, в регионе погибло уже 63 человека. Полностью вылечили от вируса 5858 человек. Но сухие цифры статистики не могут описать, каково это. Перенести COVID-19. Мы решили узнать о коронавирусе из первых уст. От тындинца Тимофея Синюшкина. Как я понял? Ну, понял я в первую очередь от того, что я почувствовал резкую слабость и повышение температуры. Температура на протяжении недели, наверное, мне держалась 37,6-37,7. Ну, до 38 периодически доходила. Также у меня где-то на второй день у меня пропало полностью. Вкусовые пропали рецепторы. И, естественно, запахи все отсутствовали. Поэтому я употреблял пищу и без запахов, и без вкусов. Это очень, так сказать, плачевная ситуация, неприятная. Тест на коронавирус положительный результат дал. Что это, так сказать, не обрадовало ни разу. После меня, наверное, на второй неделе увезли, сделали КТ. А у меня обнаружили пневмонию в начальной стадии. Также еще, наверное, скажу, что относился к этому изначально, ну, думал, миф, возможно, какой-то. Ну, болеют да болеют. Ну, как бы предостерегался, маски носили. Но в итоге вот так получилось, что оказались, заразились этим заболеванием, так сказать, пандемии 21 века. Дома сидеть это очень тяжело, неприятно. Если еще и болеть, то это очень не есть хорошо. Ну, и еще, еще раз, еще раз обращаюсь ко всем жителям города, наверное, да. Одевайте маски, носите их, пожалуйста, правильно. Нос закрывайте, перчатки. В первую очередь, ваше здоровье. Также, наверное, молодое поколение, кто, может быть, пренебрегает этим. Это действительно не шутки. Сам оказался вот в такой ситуации, и как бы хочу вас на своем опыте предостеречь, что это не нужно делать. Пока есть возможность, пытайтесь всеми способами сдержать эту инфекцию. Сегодня я уже все равно еще больше остерегаюсь, соответственно, у меня всегда с собой антисептик имеется, неограниченное количество масок, либо в кармане, либо еще как-то. Ну, естественно, маску мы носим, сами знаете. То есть мы поносились, зашли в какое-то место, вышли, если на улицу сняли маску, подышали, отдышались, в следующий раз уже одевайте новую маску. Это же касается перчаток. Потому что здоровье ни за какие деньги мы уже с вами не приобретем и не купим. О выявленных правонарушениях на транспорте и их профилактике расскажет новый транспортный прокурор Филиппов Виталий Викторович. Уважаемые жители Тынгинского и соседних районов, хотелось бы представиться тынгинский транспортный прокурор Филиппов Виталий Викторович. Транспортной прокуратурой осуществляется надзор с осублением законов в пределах всего Тынгинского региона Дальневосточной железной дороги. А это более 30 крупных предприятий железнодорожного транспорта, расположенных на протяжении почти полутора тысяч километров железной дороги. Первоочередные задачи, стоящие перед транспортной прокуратурой, это, конечно, безопасность движения, транспортная безопасность, защита прав пассажиров и работников предприятий железнодорожного комплекса, которые представляют в своем большинстве население районов. Ошляя работу на таком широком направлении, нам хотелось бы чаще слышать ваше мнение, проблемы и недостатки, которые вы отмечаете при функционировании железнодорожного транспорта. Вы вправе обратиться в Тынгинскую транспортную прокуратуру по вопросам, связанным с любой сферой правоотношений. Прокуратура на постоянной основе осуществляет личный прием, в том числе с выездом на объекты транспорта. Мы находимся по адресу город Тынга, улица Красная Пресня, 57, это бывший штаб железнодорожных войск, пятый этаж. Одновременно, пользуясь моментом, хочу осветить актуальные результаты работы транспортной прокуратуры и правоохранительных органов в сфере безопасности движения и охраны труда на предприятиях железнодорожного транспорта. С начала текущего года нами выявлено более 30 преступлений, связанных с подделкой официальных документов и их использования в трудовой деятельности. К таким документам относятся заключение прохождения медицинских комиссий, листки временной нетрудоспособности, свидетельство о получении образования. То есть работники фактически не проходили освидетельствование у врачей, не обучались в учебных заведениях, а приобрели подложные документы и предъявили их на предприятиях транспорта. Такими противоправными действиями железнодорожники ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и безопасную и бесперебойную работу транспорта в целом. По каждому факту правоохранительными органами транспорта инициировано уголовное преследование. Возбуждены и успешно расследованы уголовные дела, как в отношении лиц, предвидевших поддельные документы, так и их изготовивших. Учитывая рост количества данных преступных деяний, хочется предостеречь работников железнодорожного транспорта от приобретения и использования подложных документов и разъяснить, что за такие действия законодателям установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 327 Уголовного кодекса. Спасибо за внимание. О том, как проходит подготовка комплекса «Усть-корал» к горнолыжному сезону, расскажем в нашем сюжете. Пока коммунальные службы города борются со снегом, на «Усть-корале» его активно создают. На горнолыжном спуске полным ходом идут работы по оснеживанию трассы. Четыре снеговых ружья работают без перерыва. На склон длиной в 640 метров потребуется около 13 тысяч кубометров снега. В сутки снеговые ружья распыляют более тысячи кубометров снега. Чтобы полностью оснежить склон и малую гору, необходимо порядка 15 тысяч кубометров. Открытие зимнего сезона состоится в ноябре. Как и прежде, будут работать теплые раздевалки и прокат спортивного инвентаря. На вершину склона всех желающих доставит подъемник. Провести время с пользой для здоровья и на свежем воздухе можно будет со среды по воскресенье с 12 до 17 часов. Прокат сноубордов и лыж стоит 235 рублей в час. Предоставление тюбингов – 150 рублей. Кроме того, посещать горнолыжный спуск можно и со своим инвентарем. Тогда вы заплатите 160 рублей за пользование подъемником. Родители учащихся объединения «Юный повар» Центра детского творчества могут не переживать о закрытии кафе и ресторанов. Ведь у них дома есть свои замечательные шеф-повара. Мы с вами разделились на три команды – вишенки, мандаринки и яблочки. Приготовление пищи для обучающихся объединения «Юный повар» стало привычным делом. Ребята уже научились готовить котлеты по-киевски, а зуб по-татарски и другие блюда. Но это занятие для ребят стало необычным. Участников объединения посвящали в «Юные повара». Для ребят была подготовлена викторина «Занимательная кулинария». Ученики с удовольствием отвечали на вопросы преподавателя, некоторые из которых были способны поставить в тупик даже взрослого. Главной частью посвящения в «Юные повара» стало принесение клятвы. После того, как дети пообещали мыть руки перед каждым приготовлением блюд и соблюдать чистоту на рабочем месте, ребята узнали историю возникновения салата «Цезарь», который им предстояло приготовить на занятии. Когда дело дошло до практики, дети, соблюдая технику безопасности, смело приступили к приготовлению блюда. Сознанием дела, под чутким руководством преподавателя, ребята мыли и нарезали продукты, давили чеснок и жарили курицу. Чему ты уже научилась на объединении «Юный повар»? Я научилась готовить котлеты по-киевски. А что еще бы хотела научиться готовить? Ну, торты. Именно не пироги, а торты. Блюда какие-нибудь, которые не у всех получаются, поваров, профессиональные. А какое ваше любимое блюдо вообще? Рола. Лица. Научитесь готовить? Да. За каждым членом команды была закреплена своя роль. Ребята действовали слаженно и последовательно. После приготовления дети самостоятельно накрывали на стол, наливали чай и с удовольствием дегустировали блюда. Несмотря на то, что готовили ребята по одному рецепту, у каждой команды салат получился индивидуальным и по-своему вкусным. Мы изучаем кухни народов мира. То есть мы готовим разнообразные различные блюда всех национальностей, которые более-менее попроще, ну, такие простые. Помимо самого приготовления дети занимаются сервировкой стола, потом моют посуду, за собой убирают все. Все ходят на занятия с удовольствием. Должны были занятия проходить в два этапа, то есть в две группы, но они все согласились ходить полностью всем своим составом по два дня. На протяжении всего учебного года ребята из объединения «Юный повар» будут познавать секреты приготовления пищи, узнавать новые рецепты и историю блюд. Таким образом, учащиеся не только приобщаются к миру готовки и познают профессию повара, но и могут с легкостью удивить родителей своими кулинарными талантами. День народного единства – государственный праздник, который напоминает нам о силе гражданского согласия и сплоченности. Знают ли тынденцы историю этого дня узнали юные корреспонденты медиашколы. День народного единства Здравствуйте! Здравствуйте! Что такое? Вы знаете, какой праздник и намечается 4 ноября? Ну да, День народного единства. А историю этого праздника знаете? А, но мне не надо, я никому не... Девочки, привет! Вы знаете, какой праздник и намечается 4 ноября? День единства? Да, День народного единства. А ты, случайно, историю этого праздника не знаешь? Здравствуйте! Вы знаете, какой праздник и намечается 4 ноября? День независимости, единения, там что-то такое. Хорошо, спасибо. Правильно? День народного единства. Ну да, День народного единства. А вы знаете историю этого праздника? Вы знаете, какой праздник и намечается 4 ноября? День независимый. Какой праздник и намечается 4 ноября? Да, объединение народов или всероссийский день. Ой, извините, девочки, я очень так жду. Привет, ты знаешь, какой праздник отмечается 4 ноября? День народного единства. А историю этого праздника знаешь? Нет. День народного единства. А историю этого праздника знаешь? В 1612 в Нижнем Новгороде освобождение русских земель было и, в принципе, все. Ну, это самое основное, что нужно знать об этом празднике. Хорошо, спасибо большое. Все на выставку спешат, девушки и дамы, потому что шуба тут, каждый по карману. Приходите на выставку «Шубы на расхват». 6-7 ноября, город Тында, городской дворец культуры Русь, улица Красная Пресня, 27, с 10 до 19.00. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова